А сейчас Челябинск, куда приехал Владимир Путин. Сегодня там обсуждают все, что входит в понятие человеческий капитал. Как повышать качество жизни людей и создавать условия для их развития. На Челябинском нависло облако смога. Горожане жалуются, что и ночью, и утром было очень тяжело дышать. Многие даже надели респираторы, а кто-то и вовсе остался дома. А в Челябинске и Магнитогорске продлены неблагоприятные метеорологические условия до вечера пятницы. Жители уральских городов уже третий день жалуются на неприятный запах и плохое самочувствие. На неделе город в очередной раз чуть не задохнулся в ядовитом тумане. Режим черного неба в Челябинске был введен еще в минувшие выходные. Жители мегаполиса жаловались на приступы удушья, головную боль. Германия обвинила Россию в загрязнении Европы рутением-106. Есть все основания полагать, что уполномоченные органы ЕС уже ведут свое расследование инцидента. Результаты измерений представила Росатом. В госкорпорации подметили весьма странное распределение максимальных концентраций элементов в разных странах. Вообще, это уже становится традицией у европейцев. Как только в воздухе запахнет радиацией, пенять на восточного соседа. В начале октября вы чувствовали недомогание, головную боль, возможно, проблемы с сердцем? Вспомните. Ну, тогда думали погода. Но это может быть радиоактивный химический элемент рутений-106. В России привычно все отлицали, мол, он не наш, его там нет. Но вот на этой неделе признались. Рутений-106 фиксируют во Франции, Италии, Германии. В Европе бьют тревогу. В России тут же попытались свалить вину на Украину. Так, точка поиска постепенно сместилась в сторону Украины. Вся атомная энергетика незалежная, в плачевном состоянии. Украина сейчас не в состоянии обеспечить даже сохранность радиоактивных элементов. Российские эксперты уверяют, никаких аварий в Челябинске не происходило. Международные организации, между тем, напротив, находят эпицентры в самой Европе и на Украине. Вообще рутений-это милый, безобидный, благородный элемент, 44-й номер, это платиновая группа. Но есть у него мерзкий 106-й изотоп, который действительно чрезвычайно радиоактивен. И вам, наверное, будет любопытно узнать, вы никогда не задумывались, что такое рутений, нет? Этот элемент был назван в честь России, потому что Россия по-латыни рутения. Рутений-это серебристый металл, назван, кстати, в честь России. Вещество имеет 45 изотопов, большинство из которых радиоактивны. Он сам в природе вообще этого изотопа практически не существует, он не встречается. Его добывают из отработанного ядерного топлива. И он, насколько я знаю, вообще в основном употребляется для всякой лучевой диагностики, для медицинских процедур. Но вообще это страшная, ядовитая и опасная память. А было такое сообщение? Прошел невредный рутенивый дождь? Нет, вот если это 106-й изотоп, то невредным этот 106-й изотоп быть не может. Тогда, в общем, это очередное серьезное бедствие. Слухи о выбросе на Южном Урале радиоактивного изотопа рутения-106 в госкорпорации Росатом назвали фейком. Учитывая данные системы радиационного мониторинга Росгидромета, предприятия атомной отрасли России не могут рассматриваться в качестве источника выброса РУ-106. Версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна. Поселки Аргаяши Новогорный в Челябинской области расположены неподалеку от производственного объединения «Маяк», где занимаются созданием компонентов для ядерного оружия, а также хранением отработанного ядерного топлива. Новости бутечки Рутения, по сути, у них под боком, местные жители восприняли по-разному. Кто-то отмахнулся. Я уверен, что не может быть такого. Ну как, ну «Маяк» же в 57-м году уже была авария. Ну это же был зруже, это была авария. А кто-то сразу вспомнил, что в здешних местах атмосфера всегда была нездоровая. У меня, я, дом свой. С одной стороны болеют раком, с другой стороны умерли с раком, другие болеют, не могут выяснить, в чем дело. И вот так вот, вот вокруг. То есть вот дом стоит у нас, вот через дом кто-то умер от рака. В 1957-м на «Маяке» случилась авария, в результате которой от радиации только в первые дни погибло 200 человек. А всего облучились около 250 тысяч. И даже сейчас, если замерить уровень радиации вокруг комбината, то где-то обязательно будет фонить. О баварии 57-го года вспомнили не случайно. В Советском Союзе ее замалчивали. И это тут же породило тревожные аналоги. А что если и сейчас, в случае с утечкой рутения, власти тоже что-то недоговаривают. Ведь первыми о выбросе радиоизотопа сообщили даже не в России. 3 октября. Министерство окружающей среды Австрии обнаружило в воздухе небольшое количество рутения, не опасное для здоровья человека. Об этом же заявили Норвежское управление ядерной безопасности и Швейцарское федеральное управление общественного здравоохранения. 4 октября. Об обнаружении рутений над Восточной и Юго-Восточной Европой заявил Институт ядерной и радиационной безопасности Франции. 6 октября. Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря немецкого федерального ведомства Яна Хенрика Лауэр сообщила, что в атмосфере Европы обнаружено радиоактивное облако. Радиоактивный изотоп рутений-106 мониторинговые службы Европы зафиксировали еще 29 сентября. Ученые предположили, что источник радиации находится в Восточной Европе. 8 октября. Федеральное ведомство по радиационной защите Германии сообщает о возможном выбросе радиоактивного вещества рутений-106 на юге Урала. По словам представителей ведомства, концентрация вещества в воздухе крайне мала. В Росатоме заявляют, что все энергоблоки российских АЭС работают в штатном режиме и никаких замечаний к работе предприятий госпорпорации не было. 11 октября. Росатом сообщил, что в России, в том числе и на Южном Урале, рутений-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге, где дозы были очень несущественными. 19 октября. Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов рассказал коммерсанту, что рутений обнаружен в воздухе на Южном Урале. 9 ноября. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции зафиксировал радиоактивное облако над Европой. Эксперты заявили о возможной утечке радиации в России или Казахстане, которая случилась в конце сентября. Российские власти отвечают, что неизвестно об инцидентах на ядерных объектах в стране. 10 ноября. Институт радиационной безопасности и экологии Казахстана, который базируется в Курчатове, официально отрицает факт возможной утечки на объектах с ядерной инфраструктурой. 20 ноября. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России публикует бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года. В нем прямо сказано о содержании радиоактивного рутения-106 в пробах, отобранных в сентябре в Челябинской области, в 100-километровой зоне производственного объединения «Маяк». 21 ноября. Российское отделение Международной экологической организации «Гринпис» обращается в прокуратуру и госкорпорацию «Русатом» с требованием расследовать возможное сокрытие выброса радиации в атмосферу. Производственное объединение «Маяк» утверждает, что не является источником повышенного содержания рутения-106 в атмосфере. Глава Росгидромета Максим Яковенко сам факт выброса уже не отрицает, но заявляет, что концентрация рутения в атмосфере не превышает предельно допустимых значений. По поводу источника. Источник мы не ищем по одной простой причине. Чего его искать, когда нет опасности? Французский институт радиационной безопасности написал о радиоактивном облаке над Европой еще 9 ноября, то есть почти за две недели до отчета Росгидромета. Там же и карту приложили с данными математической симуляции. По ним выходило, что наиболее вероятный источник выброса рутения находится на Южном Урале. Но самое главное, по данным французских ученых, именно жителям России, а не Европы, угрожает опасность. Если бы инцидент такого масштаба случился во Франции, потребовалось бы предпринять меры защиты населения в радиусе нескольких километров вокруг источника заражения. Официальные лица в России от доклада французских ученых отмахнулись. Нормально у нас все, не выдумывайте. Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин и вовсе посоветовал всем, кто переживает из рутения, цитата, смотреть футбол и пить пиво. Выпей пиво, нига! Выпей пиво! Выпей пиво, нига! Выпей пиво! Россия признала, что концентрация радиоактивного рутения 106 на территории страны действительно увеличилась. Сегодня Росгидромет официально подтвердил рост содержания вещества в атмосфере в сентябре этого года. Россия признала, что концентрация радиоактивного рутения 106 на территории страны действительно увеличилась. Сегодня Росгидромет официально подтвердил рост содержания вещества в атмосфере в сентябре этого года. Российские ученые-атомщики создают независимую комиссию, чтобы установить причину повышения уровня радиоактивного изотопа рутения, который в конце сентября обнаружили в атмосфере европейские и российские системы мониторинга. В двух населенных пунктах Южного Урала зафиксировали экстремально высокий уровень радиационного фона. В отдельных районах он превысил норму почти в тысячу раз. Эту информацию сегодня подтвердили в Росгидромете. С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. В сводке говорится, что содержание рутения превысило норму в 986 раз на одном наблюдательном пункте и в 440 на другом. У меня в руках последние данные Росгидромета по содержанию рутения на Южном Урале. Вот здесь написано, экстремально высокое загрязнение фон 7,72 умножить на 10 в минус пятой степени беккерелей. Это опасно для людей? Если находится близко рядом с этим источником и долго вдыхает эти аэрозоли, то опасно. Речь вот об этом отчете Росгидромета, ведомство которое в России отвечает за мониторинг окружающей среды. Из него следует, что в период с 25 сентября по 1 октября на Южном Урале на одном из постов было зафиксировано экстремально высокое, а на другом просто высокое загрязнение воздуха изотопом рутения. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргояж и Новогорный обнаружен радиоизотоп РУ-106. Концентрация РУ-106 на указанных пробах аэрозолей составила Н умножить на 10 в минус второй степени беккерелей на кубический метр. Если он попадает внутрь организма со вздохом, допустим, вот этот вот рутений-106, да, таким вот как бы радиоактивной пыль содержащий, или рутений-106 содержащий, да, или через пищу, ну, которая вот на открытой там поверхности на почве, да, росла, допустим, яблоки или там эти, ну, капуста, укроп там, вот. Если к ее толком не помыли, да, эту пищу, она может попасть внутрь в организм человека. И что тогда? И тогда уже происходит внутреннее облучение электронными этими лучами. То есть они могут разрушить и клетку, они могут внести разрушение в ДНК, то есть в генную систему человека. Это приводит к различным болезням, в том числе и к раковым, и в том числе и к мутациям различным. Поэтому надо со всей серьезности отнестись к данным Росгидромета. Ну, то есть можно сказать, что эти радиоактивные рутеневые осадки, этот дождь непосредственно, прошедший, в принципе, в разных городах России, он очень опасен. Да, он может быть не только в виде дождя, он просто может быть и в виде ветра. То есть в виде, как сказать, рутен, может быть, этот радиоактивный рутен, в виде какой-то, ну, смеси с воздухом, как бы воздушная смесь, воздушная пыль. Не обязательно осадки могут быть. То есть и с ветром это может быть занести. В атмосфере этот рутен, вот, допустим, здесь указано, да, 7,7 на 10 минус пятой степени беккерель на кубический метр. То есть это кубический. Это значит беккерель, это означает один распад, одна ионизация, вот, в одну секунду. Вот. Это много? Это, это вот, ну, 986 раз превышает фонд за предыдущий месяц. То есть в тысячи раз больше. И еще говорят, ты такая молодая, откуда у тебя столько болезней? Откуда, откуда? В Чернобыльске живем. Смога нам мало. Нужно еще и радиации подбавить. Благодать. Это хуже аварии на Чернобыльской АЭС. Там хотя бы людей эвакуировали. Ну, впрочем, еще несколько дней назад, даже после того, как о радиоактивном облаке сообщили ученые Германии и Франции. Россия отрицала сам факт наличия рутения в атмосфере. Это очень большой вопрос, почему власти об этом не сообщали. Тем более, когда им были прямые вопросы, еще в октябре заданы. Они сказали, что ноль. Вот наш первый заместитель губернатора Челябинской области, Олег Климов, сказал, рутения у нас ноль, не зафиксировано. Хотя эти данные, конечно, они поступают, исходя из принятой практики, они ежесуточно поступают как Росатому, так и региональным властям. Потому что, ну, сами понимаете, это обстоятельства, касающиеся чрезвычайных ситуаций. Здесь необходимо реагировать очень быстро. Ну, период полураспада, там, чуть больше года рутения. Рутение, он в основном накапливается в человеческих органах, там, печень, почень, селезенка. И, конечно, это, если высокая концентрация, это яд, естественно. Ну, я не знаю, ну, примерно его действие можно сравнить с половней 210, которым был отравлен ледвиненко. Вот, но это очень высокая концентрация должна быть. Мы не знаем, какая концентрация была. Ну, а сегодня сайт Вестеро опубликовал новость с таким заголовком. В Башкирии прошел безопасный рутениевый дождь. В материале сообщается о том, что зафиксированное в конце сентября высокое содержание рутения в атмосферных осадках в Уфе не представляет опасности для окружающей среды. Росгидромет сообщает, что экстремально высокой концентрации рутения была в Челябинской области в 100 километрах от комбината «Маяк». Это ведущее предприятие по производству компонентов ядерного оружия в России. С 26 сентября по 1 октября началась волна информационная в прессе. Мы на всякий случай, наше Министерство общественной безопасности, запросили дополнительную информацию гидрометцентра, который нас проинформировал о наличии скачка, который даже не приближался к опасному уровню радиационному. Южноуральцы не понимают, почему информацию замалчивали до последнего. Даже если опасности не было, местных жителей должны были оповестить в первую очередь. Пока больше вопросов возникает, еще больше. Самый важный – почему молчали с первых минут? Не опасен. Концентрация ниже предельно допустимой. Но в тысячах километрах этот параметр контролируется и становится известен. Но не у нас. Вопрос не в этом – опасен или нет. Вопрос – почему там опасен, а у нас нет. Но вот еще один любопытный момент. Если зайти на официальный сайт Росгидромета сейчас, после всей этой шумихи, то громких фраз об экстремально высоком загрязнении уже не найти. Их убрали. Остались только сухие проценты от предельно допустимой нормы. И ни слова о том, много это или мало. Но зачем, в принципе, было что-то менять, особенно теперь, когда только что всем объяснили, что в этих данных изначально не было ничего такого. Вот и получается, что по факту угрозы отрутения, что в России, что в Европе нет, но из-за всех этих странностей и неувязок с обеих сторон сама история, видимо, еще долго будет фонить. Меня удивляет система контроля, организованная внутри атомной отрасли. То есть «Маяк» что-то сообщил «Росатому», «Росатом» этому поверил, подтвердил. «Росатом» что-то сообщил «МАГАТЭ». «МАГАТЭ» это тоже выдал за истину в последней инстанции. А мы потом сидим и гадаем, о чем они там втроем договорились. Даже без дополнительного производства продукции военного назначения страна уже практически представляет собой одновременно и пороховой склад, и минное поле замедленного действия. Это я к тому, что эксперты посчитали, что общий объем незастрахованных рисков в российской экономике превышает чудовищную цифру в квадриллион рублей. Это единица с 15 нулями, миллион, миллиардов. Причина – ветхая советская инфраструктура, износ которой на уровне 50%. На ее обновление денег, разумеется, нет, но вы держитесь там. Неизбежное следствие такого положения дел – это возможные аварии на транспорте, разрушение жилья и строений, экономические катастрофы по всей стране. И вот выброс радионуклида «Рутения-106» в сентябре, о котором мы в худших традициях чернобыльской аварии, узнаем только сейчас. Из европейских, подчеркну, источников только это подтверждает. Большая часть рисков, разумеется, не страхуется. Нет у нас такой национальной традиции. Предприятия и граждане предпочитают рассчитывать на помощь государству. Дмитрий, если этот пороховой склад и минное поле одновременно рванут, при этом непонятно где и когда, на такой огромной территории, в любой момент, какие экономические последствия накроют страну и способны ли государство компенсировать хоть малую толику возможного ущерба? Евгений, вы очень правильно упомянули выброс «Рутения». Я хотел бы обратить внимание наших сограждан. Здесь очень правильно параллель с чернобыльской аварией. Не в смысле мгновенных последствий, потому что тем, кто немножко знает физику, химию, соответственно, как распространяется радиация, чем является «Рутения», может посмотреть, соответственно, какой-то изотоп, здесь прямой параллель-то вы и не увидите, по причине того, что все-таки чернобыльская авария была более жесткой, и люди могли получить дозу облучения по доле секунды и умирать, в общем, вот сегодня-завтра. То есть это происходило мгновенно, и это было видно. С «Рутением» ситуация несколько другая. Если вы посмотрите на последствия, которые он может вызвать, и через сколько он может вызвать, то я, к сожалению, не могу сказать, что здесь имеет смысл, конечно, обратиться. Я всего лишь хорошо изучал гражданскую оборону при советской власти, и по моим оценкам всплеск заболеваний различных, поскольку никто не был эвакуирован из этой зоны, он должен прийтись на приблизительно через полгода, как это не покажется забавно, в момент выборов или сразу после выборов Владимира Владимировича Путина на должность Владимира Владимировича Путина, а после этого сразу же должен пойти всплеск заболеваний. Хотел бы обратить внимание на поведение так называемой государственной машины. Государственная машина в первую очередь будет замалчивать, рассчитывать, что она компенсирует или пролечит наших сограждан, которые проживают в зоне поражения в Челябинске, это очень сильно наивно. Поэтому тут спасение утопающих дел рук самих утопающих. У меня огромная просьба ко всем жителям Челябинска внимательно изучить научные материалы по распространению рутения, посмотреть, как он накапливается, причем использовать не пропагандистские каналы типа РЕН-ТВ, где, скорее всего, земля плоская и в целом нами управляют рептилоиды, а все-таки посмотреть именно ученых, причем профессиональных желательно ученых. Потому что то, что я посчитал, приблизительно через полгода должен начаться всплеск различных заболеваний. И, скорее всего, он будет замалчиваться, как и замалчивается сейчас имеющаяся эпидемия ВИЧ-инфекции. И когда сейчас говорится о том, что сейчас закуплено чуть больше препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, а у нас эпидемия ВИЧ-инфекции происходит, то вот сравнивая Чернобыльскую аварию, которая в первую очередь замалчивалась, и только потом она закрывалась телами наших героев, другого слова я не применю к этим людям, которые получили какие-то смешные компенсации, и о них забыли очень и очень быстро, вручив по медальке, которую они могут теперь сдать за недорого в ближайшем ломбарде. Ситуация, соответственно, которая происходит при всех у нас техногенных катастрофах и замалчивании, которое происходит здесь и сейчас. В экономике для жителей Челябинска это означает, что за свой будущий больничный им придется платить самим, потому что заболевания, которые будут диагностироваться, как говорится, рук против ста, что это будут какие-нибудь ОРВИ. Просто врачам, главврачам спустят, что ни при каких обстоятельствах не фиксировать и не связывать вот этот пик, более того, этот пик осознанно гасить, не связывать его с той техногенной катастрофой, которая произошла сегодня, сейчас в ноябре. Поэтому я думаю, что мы продолжим, поскольку наши обзоры, и нам, жители Челябинска, где-нибудь после того, как они дружными рядами проголосуют за президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на должность Владимира Владимировича Путина, надеюсь, что они потом так же радостно нам отпишут здоровье их детей, потому что в первую очередь Рутенни должен сказаться по его последствиям, то, что я, по крайней мере, считал и прочитал на здоровье детишек, которых нужно было эвакуировать. Редактор субтитров А.Семкин